Ой, надо идти гулять с собакой. Но мы решили поиграть, конечно, конечно. Конечно, зачем нам пищи телекопать? Мы будем веселиться, мы будем веселиться. Давай, тарфу. Вот так, вот так он будет раздирать всех тех, кто пишет плохие комментарии. Вот так, покажи им, покажи им, как ты будешь делать. Давай, давай. Скажите, пожалуйста, ребят, вот когда зиму себе представляешь, ты представляешь нечто похожее? Мусор валяется, бутылка вот, моча везде. Зима так представляется? Ну, а так как в Питере живут только культурные люди, тут мусор вообще на каждом шагу. Валяется, это просто улица. Вот так мы начинаем свой новый день. И даже до сих пор никто не повешался. А это говорит о недюжинной силе духа. Кертис, тебе нравится в Питере. И домой бежит. Жалко, что ты ее все в голову не встроил до сих пор. Жалко, что я камеру до сих пор. Давайте ее вот так пришьем сюда. Можно на скотч примотать, да и все. Шутки по-питерски. Смотри, я только что хотел сказать. Ух ты, сегодня погода ясная. Лахту видно. Ой, не видно. Хватит быть негативным, Ром. Ну, Аня. Ну, вот мы опять едим. Мы едим. Сейчас утро. Сейчас 10 часов утра. Мы сейчас разнулись, покушали, погулял, Ромчик, собачка. Ты, Кертис, с тобой погуляли? Погуляли. И сейчас мы пойдем работать. Монтировать видео. Ты не таргай. Ну, пусть покажи. Кертис, лежать. 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 Ты чего умный песик? Господи, весь в папочку с мамочкой. Хочешь еще? Хочешь еще покажу? Давай. Смотрите. У нас же много животных. Есть среди них котики. А они медленно едят. И расторопно. И можно. Так, нельзя. Кертис, можно. Наша зайка. Анют, посмотри, куда я тебя привез. На рынок. Вот уже буквально 12 часов дня, и Анюта сегодня такая. Хочу рульку. Хочу, не могу. Ну, пожалуйста. Мясное ассорти РФ. Тут еще торговый центр. Там вот тоже свежая рыба, продукты. И жена от меня абсолютно ушла. Рульки нету, да? Нет. Была одна, и он ее отдал друзьям. И он ее отдал собаке, но не нам. Охуенно. Вот, знаете, а мы же тут как вообще оказались? Я не снимал это, но мы сначала в ОК поехали. Там была тоже одна рулька. Вот ей-богу. Там была одна рулька, ее тоже отдали друзьям. Имейте в виду, что был такой день в Питере, когда какие-то люди ездили и собирали рульки по всему городу. Слушай, я вот честно скажу, в таком месте невозможно не найти рульку. Просто невозможно. Она по-любому где-то здесь есть. Давай я спрошу. Дай-ка, я понюхаю. Многость покажи. Многость. Он такая тяжелая. Анют, только не кусай, ладно? Покажи, пожалуйста. Вроде нормально пахнет. Как занюхивает, а? Нравится рулька. И Анюта сейчас уже такая прям звереет на глазах, такая. Она чуть-чуть опаленая такая, знаешь. Она не сия, она тяжелая. Она не сия, а если... Война, а я уставший. Ездили мы на Алтань за сыром и за маслом специально. А здесь вот просто в ларьке продается. Получается, можно было бы и не есть. Ура! Кстати, можно одну рульку в пиве запечь, а вторую в приправах вот так. Тогда нам пиво сейчас надо купить. Темное дом какое-то. Я знаю одну историю. Мы как-то раз с Анютой решили рульку в пиве запечь. В итоге запекли себя. А потом я Анюту зажарил. Сальные шутки. Как классно, как классно пошутил. Анют, скажи, пожалуйста, как так вышло, что ты решила утопить и так уже убитое мясо в 8 вечера впивась. Потому что я хочу, чтобы она промариновалась. Да, Анют из дикции постоянно проблемы. Да. Постоянно на каком-то акценте разговаривает. Короче, хочу, чтобы промариновалась. А что ты тут маринуешь? Мы, короче, будем готовить завтра одну маринованную пиве, а вторую вообще не будем мариновать и варить ее не будем, как большинство этих. Еще сырую будем есть. Нет, мы ее просто запечем вторую без мариновки. Не знаю, не нравится мне этот вариант. 15 часов варить, 30 часов выпекать. Вот возьмем вот такие вот простенькие рецептики. У меня, конечно, может быть больное воображение. Тьфу, че ты выбрать собрался? Ну че ты вот несешь, а? Ой, все, я не буду ничего говорить. Фу, реально собрался. Я не говорил такого и даже не собирался. Я видно было. Уже член достал. Ах ты, козила льет прям в рульку. А потом, когда рулька полежит, можно я допью? У нас не сам варен. Ну и че? И в итоге она не полностью покрывается. Инженеры-то из Сколково придумали, как уровень пива поднять. Да. Мы вот еще будем переворачивать как раз и вот эти стаканчики как раз нам получается там, короче, объем они вымещают и уровень пива поднимается. Физику-то в свое время на 4 сдали, не просто так. Блин, ребят, хотите верьте, хотите нет. Я это видео записываю не чтобы вас за***ть, а чтобы доказать вам, что это действительно произошло прямо сейчас. Просто совершенно случайно. Я осознал то, что я живу в Питере, и так как у меня все е***ло отслаивается кусками, Анюта меня мажет кремом. А так как у меня волосы длинные, как у пи***ра, мне приходится их анетиным ободком. А после того, что своего халата-то нет, приходится мой одевать. Кёртис, как дела? Кёртис? Представление начинается. Роман сейчас здесь устанавливается. Не хотелось бы, конечно, сгореть на свой собственный праздничек 23 февраля. Нам надо документы, наверное, все сложить. Стрессвет набирает. Просто лампочку убирает, и всё. Кёртис гавкает. Собирайтесь, одевайтесь. Блин, ну так это бесит в России. Вот в Америке бы уже все вышли. Потому что знали бы, что типа если сигналка сработала, значит это реально что-то. А в России бесит, что это либо учения, о которых никого не предупреждали, либо какой-то долб***ь нажал на кнопку. Ну хотя вентиляция же включилась, то есть датчики, возможно, где-то сработали. Ну а зачем включилась вентиляция, припожали мне, кто объяснит-то? Ничего не понятно. Вовка, ты что сидишь возле выхода? Ты уже всё готов эвакуироваться? Ну что-то я не вижу кипиша какого-то. А какой я должен увидеть кипиш? Горящих людей, бегающих возле наших дверей. Немного не понимаю, какой кипиш, по идее-то. Ну-ка, проверим. Не работают. То есть кто-то застрял. Причём этажом ниже. Немного не обращается кипишей. Согласен, слава и укором. Кто-то вот видишь? Ну, кто-то на кнопочку поебал. Интересно, оно должно быть открыто? Закрыто. По-прежнему. Опа. А вот это уже кипиш. Что будешь осматривать? Что тут? Будешь не сказать? Поговорим сбежать. С котами, с собакой, с документами. Ну-то видим огонь, побежим, да? Всё очень просто. Короче, знаете, ну лень, блин, лень. Не, эвакуироваться надо, это всё очень правильно. Ну, как бы тоже надо, знаете, надо, ну, рационально подходить к вопросу. Потому что, вот кто-нибудь пошутил, нажал. Блин, нет, меня это не оправдывает. Ну, короче, я не знаю. У меня просто жена не хочет идти по ступенькам, а лифт не работает. Вот и всё. Ну, вот и всё. А вентиляторчики выключились. Либо они наконец-то поняли, что при пожаре лучше не вентилировать помещение. В конце. Ты говорила нормально всё. Сука, русская хуйня вот эта, да? Это, с одной стороны, бесит, а с другой стороны, а что, блядь, бежать с 22 этажа сейчас? Ну, вот как бежать? У нас два кота, собака, надо взять документы все. Ну, и как минимум, хотя бы ноутбук один. Вон, телевизор ещё классный. Чё, тоже его брать? Телевизор, ладно? Вдруг он сгорит. То есть, вот мы вот с этими тремя животными, вот так вот с 22 этажа на первом беже. Телевизорная организация бы уже отключилась. И мы бы назад шли по ступенькам. Да. Короче, ребят, знаете, такая ситуация. У меня жена такая хорошая, а сегодня же праздничек, праздничек. И она у меня купила вот такой халатик. Юга, босс. Потому что я босс. Аня, я точно босс? Да. Спасибо, Заянька, спасибо. Хороший халатик. Я даже, он там, он этикеточку отрывать не буду, пускай. Всегда мне напоминает. Как стирать халат? С этикеточкой. С этикеточкой стирать? С этикеточкой стирать. Детка у меня полиэтиленку заворачивает. Ну, возможно. Посмотрим там, по ходу дела. Я еще вот что хотел сказать. Анют, ты поняла, что твоя жизнь и моя, собственно, разделилась на до и после. Мы сегодня, считай, второй день рождения отмечаем. Мы сегодня чуть ли не умерли в пожаре. Да, вообще, да. Которого не было, правда. А может, был. Мы просто, может, не видели. Может, он с другой стороны дома был. Ты вот откуда знаешь? Вообще, мы с тобой плохой пример людям подаем тем, что не вышли. Так что, ребят, запомните, мы профессионалы. Мы можем себе позволить потом сигануть с 20 этажа на улицу. С 2 этажа, пешком, спускаться. В итоге собирались смотреть кинчик. Значит, нашли кинчик. И я смотрю, а у нас в холодильнике, вон там вот, на предыдущих кадрах, может, даже видно. Пивать не буду. Бутылочка лежит с пивасиком. Одна. И я думаю, ну, блин, одна бутылка. Ну, это же вообще не дела, когда дома одна бутылка пива. Я еще понимаю, вот такой вот крепкий алкоголь. Это, ну, нормально. Пускай дома стоит. Вот. Тоже вот я вот Анете подарочек купил. Розочку вот такую вот. Анету потом вот так вот эту бутылку вот об гарнитур хрясть. И тогда у нее точно уже розочка получится. И она уже куда-нибудь, кому-нибудь сможет ее засунуть под ребро, например. Ой, шуточки у нас, конечно, говно. И мы обнаружили то, что у нас совсем чуть-чуть на донышке ликера осталось. И Анюта такая... Это не реклама, конечно, но это спиртной напиток. Пахнет не как водка, пахнет как... Спиртной напиток. Вот. И, короче, Анюта такая, ну, тут и ликера вот столько осталось. Давай, Ром, допей. И я думаю, вот как организовать бухач на ровном месте? А мы умеем. И Швепс у нас оказался совершенно случайно. Ну, все, вот ровно это выпиваем и все. Точно, точно. Все, больше ничего. Туда вот даже не смотрим. Ой, а-а-а. Что за все это нерез? Да, блядь. Аня. Ром, глотни. Сейчас еще... Ну, а что сейчас тоже глотать? Сейчас тоже поздно. После драки глотать не стоит. Ха-ха-ха-ха. Доброго всем. Утречка. А сколько же у нас времени, интересно? Девять утра. Да-да, вот так вот мы встречаем эти самые девять утра. О, господи, нет, я это вырежу. Вот так вот мы встречаем эти девять утра. О, да, сейчас собачки пойдем гулять. Круто, кайф. Кайф. Это вот вообще нормально, так снег чистить? А, Питер? Это вообще как? А как людям потом выкапывать оттуда свои эти машины? Ребята, 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 мы в Питере, 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 мы приехали сегодня в Кунсткамеру. Это мы из Краснодарского приехали. Да, мы из Московского района сюда приехали, так что можно сказать из другого города. Ой, блядь, нас сейчас обрызгают. Просто вот это нас ждет. Вот это сейчас будет. Нам сейчас сейчас каждому ничего не знали, куда уехали. Но кто знал, кто знал, что здесь вот так вот все? Никто не знал. Вон он, вон он вход в музей, в музей, зай, мы в музей. Сейчас будем в музее, я просто, меня переполняют эмоции. Здравствуйте. Короче, пока нас постигла мысль, то что... Ух ты, плакаты. О, ну смотри, Анют, это вот получается, что? Это вот дубленочка успешной телочки раньше. Боевые доспехи. А, блядь, точно, боевые доспехи. Зренишь. Это вот женские орудия. А это женские ножи. А сейчас как выглядят женские орудия? Вибратор. Я не понимаю, почему это здесь все вот это вот есть, вот в Кунскамере. Когда я себе представляла Кунскамеру, я думала, здесь будет что-то интересное. Аня-то, короче, уродов хотела увидеть. Да, а при чем здесь какая-то одежда каких-то олеутов? Я ничего не понимаю. Ну, не срать на олеутов. О, вот и олеуты подъехали. Ну, вообще, вопрос хороший. Может, на втором этаже будет? Вот раньше не было канала Кисенканна, и люди не знали, как приготовить змею. Ребят, давайте так. Если вы поставите много лайков к этому видео, мы вам покажем, как приготовить змею. Ты знаешь, как приготовить ее? Да. Да. Как бы змею задушить. Так, мы преодолели Америку, мы преодолели Японию, Корею, дошли до Африки. Посмотрели вон там на африканские украшения. И вот мы дошли до кальянов. Так вот, куда нам надо, Анют. Я нашел. Гонолулу. Сейчас в Африке, в российском мире, он курит много. Чаще всего сигареты. Вот так. Да. Во-первых, вот это африканские деньги. А вот это тоже африканские деньги. А что написано тут про железные деньги? И вообще про деньги в целом? Сегодня никому в Африке. Не надо объяснять, что такое деньги. Нужно только объяснить, где их достать. Логично. В России, кстати, такая же ситуация. Вы знаете, многие женщины мечтают о всяких браслетах дорогих. Вот есть спиральный браслет. Совершенно небольшой. Ну? Куда вы поднимаете? Да подмышки. Нормально. Удобные вещи. Это очень похоже на пружины для автомобиля. Блин, а это, оказывается, в Африке женщина это просто на руках носили. Понятно. Понятно. Хочешь, тебе пружину подарим? Оттахиваешься. Шикарная такая будет. Просто насколько жесток человек по своей натуре? Это вот, судя по всему, сделано из черепашки, правильно же? Но, как написано, 11 номер это погремушка. То есть, просто черепашка бежала, ее поймали, сожрали, вытащили из домика и сделали просто погремушку, чтобы веселиться. Чтобы радоваться. Ну, наконец-то, Анюта попала в консткамеру. Не в первый раз. В МИДе у нас тоже было такое. Да, мы же врачи, вообще-то. Короче, ребят, мы не стали вам показывать эту комнату уродств. Сходите сами, но нас бы и забанили. Ну и вообще, знаете, реально, неподготовленному зрителю оно и не надо. Вот, такое как бы. Мы-то, что в МИДе учились? У нас, во-первых, мы уже были в такой консткамере, а во-вторых, нас уже, в принципе, ничем не удивить. Когда тут человек разделывается, руки-ноги отдельно в руках держишь. Руки-ноги в руках держишь. А тут же буквально рядышком садишься и ешь доширак. Потом уже тебе на все пофиг. Вот, ну, короче, оно такое. Интересненькое местечко, интересненькое. Ух ты! Это же первые способы захвата изображения. Анют, если бы у тебя был такой в тысяча каком-нибудь семисотом году, ну, ты бы что сняла? В коповку. Как мне крылышко затыкают. Или что-нибудь на OnlyFans? Да. Ребята, переходите по ссылочке. Посмотрите, что бы сняла Анюта. Опять вернулись, значит, в комнаты вот этих всех интересных штук. Кстати, а что это за народы здесь? Индонезия. Индонезия. Вот. И знаете, что? Когда мы смотрели первые самые народы американцев, японцев, я как-то думаю, ну, блин, кому это интересно? Ну, ёборсты. А потом уже к третьей комнате я начал. Кафрики. 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 Просто монтирую это и Анюте показываю. И реально, вот ты серьезно, Зая, вот какие кафрики тебе там примирещились? Кафрики. Ну, ты же даже говоришь не кафрике, а кафрике. Ну, я говорю кафрике. К третьей комнате, кафрике. А, я думаю, что за кафрики? Я говорю кафрике. Как гаврики, только кафрике. Ну, что, где тут кафрике? К третьей комнате, кафрике. А может, даже уже и к Японии. Я начал как бы, ну, сравнивать. И это уже стало интересно в некотором роде. Вот такие дела. Так что, все-таки, все-таки, это интересно. Сходите. Ну, что ж, побывали, посмотрели. Че, Аню? Как? Ой, ну, честно, я как бы не такой человечек. Я тупой человечек, да, получается. Все как посмотреть? Ну, сходить, как бы, можно развеяться, но... Особенно, если живете в Питере, то вообще обязаны. Ну, да, здесь так много музеев, что надо походить, посмотреть. Вот. Ну, не прям вау. Ну, неплохо. Ну, в фильме. Ну, нормально. Для просвещения просто походить, посмотреть, посравнивать. Реально культуры различные. В принципе, неплохо. Просто, короче, знаете, вот, ну, мы, вот, честно сказать, гораздо больше кайфуем от гор, от лесов, от скал. Ну, почему? Ну, тут тоже... Просто не от истории, а вот от красоты природной. Вот так. Вот. Ну, вообще, тоже было интересно, да. Да. Не успели на два шага отойти. Опять какая-то каста. Опять какой-то музей. В Питере очень много музеев. Да, вообще не музеев. Для любителей музеев тут просто по меньшей мере рай. Гуляем такие, идем. Та-дам! За его. Ну, мы можем просочиться. Давай, просочись. Просто неохота идти по этим тестам, вот этим путям. Ну, ладно. Теперь-то хорошо стало. Стыкая красота. Заканчиваем ходьбу по прекрасной деревянной штуке. Тут небольшое море. Кайфуешь? О, пойдем сюда. Вот здесь, кажется, будет хорошо. Короче, над Питером, как всегда, вот такая полу какая-то дымка. Как всегда, Сайлент Фил. И, ну, это, в некотором роде, прибавляет некой волшебности. Анёте, надоело гулять, короче. Ну, типа, как-то город в тумане, ну что, нет, не волшебно. Мы из окна каждый день видим, но тут другой вид чуть-чуть. Смотри, мужик стоит сверху зеленый. Единственное, что меня беспокоит, это то, что наша тропинка скоро хочет. И тогда мы точно пойдем домой. Гуляешь себе. Грязища вонючая. Короче, суть в том, что вот такая грязь. А это, типа, город романтики, город мечты. Фу. Здесь людей так мало сейчас. Ну, потому что здесь невозможно гулять, того и глядите, а болит.